МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Останкино. Одно из самых знаменитых и мистических мест на карте Москвы. На этих землях с давних времен селились маги и колдуны. Известнейшим людям России тут открывалась страшная тайна их смерти. Здесь спрятан магический перстень мироздания, дающий власть над пространством и временем. В бесконечных коридорах Останкинского телецентра блуждает загадочный призрак старухи, предсказывающей беды. На сознание человека здесь и в наши дни воздействуют чёрные силы. В октябре 1960 года к Наталье Захаровой, пионервожатой одной из школ в районе Останкино, прибежали ребята из 6-го А. Дети были очень взволнованы. Перебивая друг друга, они кричали, что неподалёку от школы открыли гробницу. На стройке, которая пару месяцев назад началась на ближайшем пустыре, ребята увидели страшную картину. Рабочие вырыли там огромный котлован. Его дно было усыпано человеческими костями. Пионервожатая побежала на стройплощадку. То, что там происходило, потрясло девушку. Кости сгребал бульдозер и сбрасывал их в глубокую яму. Школьники вместе с пионервожатой стали свидетелями того, как начиналась одна из самых грандиозных советских строек – возведение телекомплекса Останкино. Почему в земле были человеческие кости, дети, конечно, тогда не могли знать. Не знали они и о том, что много лет назад люди старались обходить эти места стороной. А само слово «Останкино», точнее Останково, наводило на них ужас. До 15 века эта местность – далекая северная окраина Москвы. Добрые люди тут не селятся. Здесь находится огромное кладбище, на котором нет крестов. Со всей округи свозят в здешние топи останки тех, кто нарушил заповедь церкви. Тела людей, которые умерли дурной смертью, самоубийц. Для христиан самоубийство – страшный грех, ведь человек не имеет права сам лишать себя жизни. Церковь запрещает хоронить тех, кто наложил на себя руки, на обычных кладбищах рядом с храмами. Здесь же, на этой забытой богом пустоши, мертвецов даже не закапывают, просто бросают в овраги. Ужасающий запах разлагающихся трупов распространяется на всю округу. Народ окрестил эти страшные земли Останковым. Сегодня на этом месте находится район Москвы, название которого стало символом телевидения, главного мага и чародея 20 века. Но экстрасенсы называют Останкина геопатогенной или аномальной зоной. Я чувствую очень большое скопление черной силы, и маятник, который очень сильно здесь раскачивается, это подтверждает. Церкви, как правило, строили на местах силы, но вместо силы может быть как положительная, так и отрицательная энергия. Отрицательная энергия вселяет в человека тревогу и страх. Человек, понимающий это, может просто отойти на несколько шагов назад, но не знающий об этом человек, может стать жертвой мистического ужаса. Останкина имеет дурную славу района Москвы, в котором чаще всего происходят самоубийства. С момента возведения первых Останкинских высоток на улице Аргуновской, 12 и Цандора, дом 7, здесь свели счеты с жизнью десятки людей. Учительница начальных классов, одинокая, но вполне благополучная, женщина, потерявшая сына и мать, воспитательница детского сада, взявшая в смертельный полет своего ребенка, бросившаяся вслед за ней соседка-свидетельница, ученый, юноша, приехавший для рокового прыжка с другого конца Москвы. Список самоубийц длинный. Совсем недавно я шла с работы вечером поздно и увидела, что на седьмом этаже в окне стоит человек. И он шагнул вниз буквально через минуту и упал на козырек подъезда. Людей, склонных к суициду, будто тянет сюда неведомая сила. 20 августа 2007 года в телецентр Останкино пришла обычная с виду женщина. В 15.35 она оказалась на проходной 17-го подъезда. Ее одежда была пропитана горючей смесью. Женщина достала зажигалку. Еще секунда, и произошла бы трагедия. К счастью, милиционерам удалось предотвратить попытку самоубийства. В здание была немедленно вызвана бригада скорой помощи. Впоследствии оказалось, что женщина, пытавшаяся свести счеты с жизнью, страдала психическим заболеванием. Суицидальный синдром распространяется и на многих сотрудников телецентра. Когда я только пришел сюда работать, у нас была девушка-редактор, милая, общительная. Однажды пришла на работу, никому ничего не сказала, открыла окно, сняла туфли, поставила их на подоконник и бросилась у нее с 12-го этажа. Накануне с ней какие-то планы на будущее обсуждали. Она ни письма, ни записки не оставила никому. Столько лет прошло, а до сих пор эта картина перед глазами. Люди, работающие в Останкино, могут рассказать много подобных историй. Человек с расшатанным здоровьем начинает чувствовать себя здесь еще хуже. У многих сотрудников телецентра со временем развиваются хронические заболевания. Мы с подругой вместе работаем уже довольно давно, и мы в перерывах стали все чаще говорить о том, как мы плохо себя чувствуем, какое у нас плохое настроение и общий упадок сил. И решили уже пойти на прием к врачу, чтобы получить квалифицированное мнение специалиста. Рассказали все, что с нами происходит, перечислили все симптомы. Она нас выслушала, и первый же вопрос, который она нам задала, это уж не в Останкино ли вы живете? Мы сказали, нет, мы живем не в Останкино, но в Останкино мы работаем, то есть мы проводим там очень много времени. На что она тут же ответила, ну, чему же вы удивляетесь? Это такой район, и таких пациентов, как вы, у меня довольно много. Специалисты по аномальным явлениям считают, что землю, в которой покоятся останки самоубийц, нельзя тревожить. На ней всегда будет ощутимо особенное, не подающееся логическому объяснению действие мистических сил. Люди, живущие в Останкино, рассказывают, что в их квартирах часто слышатся какие-то потусторонние звуки, странным образом и как будто самовольно перемещаются предметы, что порой приводит к разрушительным последствиям. Здесь чаще, чем в других районах столицы, можно встретиться с привидениями, которые принимают самые фантастические обличия. Призраки бывают разные. Бывают совершенно расплывчатые, бывают как темные силуэты, бывают совершенно как живые люди. Но здесь я чувствую очень много призраков. Но самый сильный – это призрак старой женщины, даже старухи. С давних времен Останково считалось проклятым местом. Со всей Москвы стекались сюда колдуны и чернокнижники. Здесь они устраивали свои таинственные мистерии. В конце XIII века в Останково в мрачном доме на краю оврага поселилась колдунья и потомственная ясновидящая Агафья. Она водилась с нечистой силой, знала травы и заговоры. Из Москвы Агафью изгнали за колдовские проделки, за то, что напускала на людей порчу. Долгие годы Агафья жила отшельницей, проклиная людей, пока не поняла, что в ее земном существовании больше нет смысла. Она приготовила снотворное снадобье, выпила его и больше не проснулась. Хоронить по христианскому обряду ее не решились. Просто сбросили тело во враг, рядом с которым она жила. Но душа Агафьи не нашла успокоения. Помня о тех несчастьях, которые ей причинили люди, Агафья стала мстить им после смерти. С тех далеких времен бродит по Останкино призрак Агафьи. Старуха-колдунья мстит за всех самоубийц, погребенных в этой земле. Ее душа требует все новых и новых жертв. Никогда и никому встреча с Агафьей не предвещала ничего, кроме смерти. Останкино. Одно из самых мистических мест Москвы. Здесь находились древние кладбища. Телецентр и Останкинская башня построены буквально на костях. Энергетические дыры, потусторонние силы, странные видения. Вот опасности, которые подстерегают здесь человека. Первый владелец Останкинских земель – богатый боярин Алексей Сатин. В 1558 году он получает их в дар от самого Ивана Грозного. Боярин решает построить себе в Останкино имение и уже планирует приступить к строительству. Но в один из дней происходит событие, которое круто меняет жизнь влиятельного боярина. На крайний леса к нему подходит странная, сгорбленная старуха. Не распахи ты землицу, не тревожь. На Останках она древнего люда. Боярин лишь посмеялся над словами женщины. Что дело царскому вельможе да какой-то старухе? Через пару дней Сатин уже и забыл о ее словах и начал в Останкино строительство большого дома. И откуда было знать Сатину, что повстречал он в тот день не полоумную бабку, а призрак колдуньи Агафьи? Не прошло и года, как в жизни Сатина началась черная полоса. По неизвестной причине жестокий государь Иван Грозный разгневался на семью Сатина и натравил на хозяина Останкинских земель своих беспощадных слуг-опричников. Посланцы государя долго кружили вокруг имения Сатина и никак не могли приблизиться к нему. Казалось, какое-то колдовство мешало им выполнить царское поручение. Даже умелые наездники не могли в тот день справиться с лошадьми. Опричники и не заметили, как потеряли дорогу к усадьбе и заехали в топь с невыносимым смрадом. Места, где хоронили самоубийц, в народе считались обморочными. В таких местах черти могли сбить человека с толку, заморочить ему голову. В обморочных местах сознание человека затемняется. Это похоже на умопомрачение. К примеру, человек может кружить вокруг своего дома и не попасть туда. Или, к примеру, искать лошадей и не найти их, хотя они рядом. И считается, что этих людей водят или духи, или черти. Казалось, Останкинская земля дала Сатину шанс спастись. Но от судьбы не уйдешь. На беду отряд опричников возглавлял беспощадный иноземец по прозвищу Орн. Откуда был родом этот бусурманин и как он попал в Россию, никому не известно. Но нет никаких сомнений, что Орн был магом и чернокнижником. Его заклинания помогли опричникам выбраться из обморочного места. Сатина настигли в трех верстах от Останкина и без суда и следствия казнили. С того дня хозяйничать в Останкине принесся Орн – сущее воплощение дьявола. Иван Грозный часто навещал своего любимого слугу. В Останкина они устраивали страшные казни. Когда стали считать, точнее он сам стал считать в конце жизни, сколько людей на его совести, их оказалось где-то больше четырех тысяч. И казнить умели. Иван Грозный всегда творчески подходил к процессу. Поэтому, ну, скучно, допустим, взять и отрубить сто голов подряд. Это же неинтересно. А вот, допустим, если с человека начинают срезать мясо мелкими кусочками, допустим, или варить в котле живого. Вот это будет зрелище. Кровь невинно убиенных людей пропитала Останкинскую землю. С тонами жертв наполнились эти края. Опричник Орн повадился искать в Останкинских могилах деньги и сокровища. А деньги ему были очень нужны. Злодей мечтал о неограниченной фантастической власти. Он хотел построить великую гору-башню, с высоты которой можно было бы видеть всю землю. Оттуда решил Орн разносить по миру свои мысли, чтобы повелевать людьми. Угомонись, тёщая голова! Прохляты будут останки нас! Орн не внял угрозам старухи Вещуньи. Чувствуя свою безнаказанность, он продолжал тревожить кости покойников, разрывая Останкинскую землю. И земля отомстила опричнику. Как-то раз Орн нашёл странный перстень. Это был магический перстень мироздания. Он давал человеку полную власть над пространством и временем, позволял переноситься куда захочешь. Но чтобы волшебная сила перстня проявила себя, мало было завладеть им. Древнее предание говорило о том, что перстнем сможет воспользоваться только человек, имеющий чистые помыслы. Одержимый жаждой всемирной власти, Орн не внял предупреждению. Стоило опричнику примерить перстень, как раздался оглушительный раскат грома. Больше Орна никто не видел. Прошло время. Забылась кровавая эпоха Ивана Грозного. В середине века 20-го уже никто не помнил о чистолюбивых замыслах Орна. Но именно 20-й век сделал реальностью замысел колдуна. В 1960 году в столице началось возведение современной башни для распространения мыслей. Останкино. Одно из самых мистических мест Москвы. Здесь находились древние кладбища. Телецентр и Останкинская башня построены буквально на костях. Энергетические дыры, потусторонние силы, странные видения – вот опасности, которые подстерегают здесь человека. Строительство башни Иглы высотой 540 метров началось. Фантастическое сооружение, которым сегодня гордятся москвичи, возводилось с огромной скоростью. И мало кто знает, что эту стройку сопровождало множество странных, необъяснимых происшествий. Поначалу все шло как будто бы гладко. Главный конструктор Останкинской башни Николай Никитин при строительстве применил революционные технологии. Глубина фундамента башни всего 4,5 метра. От падения башню удерживают стальные канаты. Впервые в истории строители решились поднять железобетонную конструкцию на такую высоту. Предмет особой гордости Никитина – идея превратить опорные ноги башни в когти, которыми она вцепится в упругий грунт. Я всю жизнь поработал строителем. Но такого сложного проекта не встречал, не припомню. Николай Васильевич, тогда все говорили, делай глубже. Мелковат фундамент. Даже у 12-ти этажа глубже фундамент не выдержит. Ну и Николай Васильевич. Даже прерывали строительство на полтора года. По этой, видно, причине. Потом снова возобновили. Ну, не все, правда, вернулись. Ну, не вернулись не только потому, что, видимо, боялись, что упадет. А тут много чертовщины всякой об этом месте было, разговоров. Может быть, и поэтому не вернулись. Многие трудности, с которыми столкнулись восстанки на строителей, иначе как чертовщины не объяснишь. Сложенные в штабеля строительные материалы наутро оказывались перенесенными в другое место. Одну из комнат случайно замуровали. В закрытых и даже опечатанных помещениях происходили перестановки. Но все это мелочи по сравнению с ужасным несчастьем, которое приключилось во время строительства с рабочим Виталием Семипаловым. В комьях земли Виталий заметил какой-то блестящий предмет. Рабочий подумал, что нашел древнюю золотую монету. Но оказалось, что это старинный перстень. Виталий с любопытством рассматривал, как играет светом камень в перстне. Кто мог знать, что это был тот самый перстень, который сыграл роковую роль в жизни опричника Орна? О магических свойствах кольца рабочему ничего не было известно. Виталий решил оставить перстень себе и примерил его на палец. Внезапно в небе сверкнула молния, и раздались оглушительные раскаты грома. Через мгновение строитель упал замертво. Так же, как четыре столетия назад колдун Орн. А перстень исчез, как будто его и не было. В советские времена в мистику верить было не принято, и никакие таинственные происшествия и страшные предзнаменования не могли остановить строительство. В 1967 году оно было успешно завершено. Телевизионная башня широко распахнула свои двери для москвичей и гостей столицы. Гаррию! Гаррию здесь пахнет! Старая вещунья словно прошла сквозь сотни лет и вновь предрекала беду. Летом 2000 года сухонькую, сморщенную женщину в черном видели охранники, работавшие в Останкино. Она окружила около телебашни. Люди слышали, как старуха что-то злобно прошипела и исчезла в темно-сизом тумане. В воскресенье 27 августа 2000 года в 15.20 на Останкинской телебашне начинается пожар. На высоте более 300 метров прохожие видят клубы густого дыма. Пожарные в спешном порядке начинают выводить посетителей из знаменитого ресторана «Седьмое небо». Более суток самое высокое здание Москвы охвачено огнем. Один за другим отключаются центральные телевизионные каналы. Впервые в современной истории столица лишается телевещания. Пожар Останкинской башни до сих пор кажется событием противоестественным. В этой гигантской игле и гореть-то нечему. Бетон да металл. Однако к 8 часам вечера становится очевидно, что огонь, несмотря на все усилия пожарных, погасить не удается. В очертаниях, которые принимает облако дыма, прохожим удается разглядеть силуэт сгорбленной старухи. По официальной версии, причиной возгорания Останкинской башни стало значительное превышение нагрузки на электрокабели. Но у экстрасенсов и астрологов свое мнение на этот счет. Останкино. Одно из самых мистических мест Москвы. Здесь находились древние кладбища. Телецентр и Останкинская башня построены буквально на костях. Энергетические дыры, потусторонние силы, странные видения – вот опасности, которые подстерегают здесь человека. Московскую телебашню первоначально планировали возвести на юго-западе столицы. Там находится Академия наук и многие важные идеологические сооружения. Но проектировщики обратились к астрологам и приняли решение перенести стройплощадку на другой конец Москвы. Первоначально телевизионная башня планировалась в районе Шаболовки. Этот район находится под знаком Льва. И там был построен телецентр, но Лев – это знак, который находится к знаку Водолея в оппозиции. А с точки зрения астрологии телевидение связано именно с Водолеем и с управляющей планетой Ураном. И поэтому было принято решение строить башню в противоположном конце города в районе Останкино. И то, что телевизионный центр находится в Останкино, является одним из ярких доказательств дееспособности астрологической карты Москвы. Астрологическую карту Москвы создал в XVIII веке граф Яков Брюс, знаменитый сподвижник Петра Великого. Предложенный им градостроительный план превращал Москву в точное подобие гороскопа. У Москвы есть 12 основных радиусов по числу знаков зодиака. И каждому радиусу соответствует станция на кольцевой линии метрополитена. Район, через который проходит оранжевая ветка метро со станциями Алексеевская, ВДНХ и Ботанический сад, расположен под знаком Водолея. Это знак прогресса. Поэтому район благоприятен для науки и развития новых технологий. Под покровительством этого знака зодиака находится Всероссийский выставочный центр, Музей космонавтики, Телецентр Останкино. Астрологи считают, что именно покровительство Водолея спасло в 2000 году башню от разрушения. Хотя Водолеем руководит еще и вторая планета, это Сатурн, она считается планетой злой. Само название Останкино происходит от слова «останки». И до того, как в этом районе появился телевизионный центр, энергетика и история этого района были достаточно мрачными. Если предположить, что в Останкино бы не возникло телевизионного центра и башни, то тогда бы на этот район продолжать влиять исключительно Сатурн, и он бы оправдывал свое название Останки, и там было бы много кладбищ, ну и висела бы такая мрачная атмосфера над этим районом. Астрологи верят, телевидение способно изменить энергетику Останкино. Но для этого должен пройти не один десяток лет. А пока любая попытка потревожить Останкинскую землю приносит людям беды. В конце 70-х годов возникла необходимость в увеличении количества корпусов телецентра. В Останкино тогда началось строительство так называемого аппаратно-студийного комплекса 3, АСК-3, на языке телевизионщиков. Возведение этого здания рабочие прозвали «дурной стройкой». С самого начала на стройплощадке стали происходить вещи, не поддающиеся объяснению. Многие проектировщики чувствовали плохое это место. Но строителей лишь подгоняли. Корпус надо было успеть сдать к Олимпиаде-80. Никто не может объяснить, почему, но в чертежах и расчетах были сделаны фатальные ошибки. И корпус построили фасадом внутрь. Так что парадный подъезд Олимпийского корпуса видит только его охрана, а сотрудники и посетители попадают в здание с черного хода. Строители до сих пор верят, что над ними подшутили какие-то потусторонние силы. А в подсобном помещении под одним из коридоров АСК-3 замурован огромный 20-тонный экскаватор. По мистическому стечению обстоятельств его забыли поднять со дна котлована тогда, когда это еще можно было сделать. Сложно себе представить, что такое могло произойти на огромной стройплощадке в годы, когда за дорогостоящую технику люди отвечали головой. Но факт остается фактом. Главное здание телецентра, там если что-то фонит, то всего лишь техника какая-то. А вот под зданием АСК-3 я чувствую жуткую сущность, которая около восьми веков, она притягивает к себе конфликты, всякие несчастные случаи и катастрофы. Много лет назад на месте, где построен АСК-3, был пруд. Специалисты по аномальным явлениям полагают, что именно с ним связаны мистические события, происходившие на строительстве АСК-3. Останкино. Одно из самых мистических мест Москвы. Здесь находились древние кладбища. Телецентр и Останкинская башня построены буквально на костях. Энергетические дыры, потусторонние силы, странные видения. Вот опасности, которые подстерегают здесь человека. В конце 18 века на Останкинской земле тоже велось масштабное строительство. Здесь в спешном порядке возводился дворец графов Шереметьевых. Он сохранился и до наших дней. Здание считается одним из шедевров московского зодчества. И все же то, что дом стоит на костях, до сих пор дает о себе знать. Не распахивайте Останкинскую землицу! Не доведет это до добра! Оказываясь внутри дворца, многие люди ощущают, будто его стены постоянно гудят. Слышат какой-то неясный звук, идущий из-под земли. Посетителям кажется, что эти звуки похожи на завывание и стоны. Некоторые даже падают в обморок, словно теряют почву под ногами. Дворец строился по заказу самого известного хозяина этих мест Николая Петровича Шереметьева, сенатора, обергов-маршала, действительного тайного советника. Он слыл самым богатым вельможей России, но в памяти потомков он остался прежде всего как меценат и страстный театрал. В 1796 году роскошный Останкинский дворец посетил император Павел I, друг Николая Петровича Шереметьева. Государь прогуливался по парку, и вдруг перед ним, как из-под земли, возникла сухонькая старуха в черном одеянии. Править ты будешь 4 года, 4 месяца, 4 дня, а умрешь во дворце, построенном на том месте, где ты родился. Это снова была она, Останкинская вещунья. Произнеся страшное пророчество, старуха зловеще захохотала и исчезла. Павел велел прочесать парк, но вещунью не нашли. А на суеверного императора ее слова произвели страшное впечатление. Император Павел Петрович был фигурой мистической и сам увлекался мистикой. И даже после его смерти до сих пор сохраняются люди, и не только в России, но и за рубежом, которые считают его святым и приезжают на его могилу и посещают Гатчину. При жизни он, видимо, тоже отличался сверхъестественными способностями или, по крайней мере, сам думал, что имеет такие способности. И он сам видел вещи и сны. В одном из таких снов ему была открыта скорая кончина его бабушки Елизаветы Петровны. Видимо, что-то он предвидел и относительно своей собственной кончины, потому что он ввел в присягу для своего сына обещание не посягать никогда на власть государя и на жизнь государя. Но, тем не менее, как мы знаем, это не помогло, потому что его сын оказался причастен к заговору, который стоил Павлу Первому жизни. Предсказание сбылось. Павел умер в Михайловском замке ровно в тот день, который предсказала ему вещунья. Встреча со старухой никому и никогда не сулила ничего хорошего. Ни одному владельцу усадьбы не довелось жить тут счастливо, даже Николаю Шереметьеву. Николай Шереметьев был без памяти влюблен в Прасковью Ковалеву, крепостную актрису своего театра. Она была удивительной красавицей, обладала огромным талантом. Граф, поэтому, пренебрег, так скажем, светскими условностями и решил не только вступить в ней связь, или, как говорили точнее, в 18 веке, граф искал ее общество, вот это вот выражение из той эпохи. Но он даже на ней женился. А вот эти вещи уже практически были невозможны. Шереметьев, наверное, один из немногих, кто действительно мог это сделать, не вызывая такого, как бы, он был слишком богат и слишком значен, и это не позволило обществу его отторгнуть. Но если бы это позволил себе обычный рядовой дворянин, его бы просто перестали, что называется, принимать как равного. Они обвенчались тайно, высший свет так и не принял графиню-крестьянку. Дворец Востанкина был единственным местом, где Прасковья чувствовала себя защищенной от унижений. Однажды актриса шла по дворцовому коридору. Неожиданно в зеркале перед ней возникла старуха-вещунья. Не берись сразу за две роли! В этот же день Прасковье действительно предложили главные роли в двух знаменитых трагедиях. Роль Офелии, которая утопилась, и роль Клеопатры, которая умерла от укуса змеи. Старуха предупреждала, где две покойницы на сцене, будет и третья, но наяву. Прасковья не послушала старую вещунью и согласилась участвовать в обеих постановках. Но до премьеры спектакля Ковалева не дожила. В момент смерти ей было всего 35 лет. Прасковья Ковалева была человеком верующим и благочестивым. Причувствуя свою скорую кончину, она отправилась в Ярославль на Богомолье. Очевидно, что она каялась в своей греховной связи с Шереметьевым. После ее смерти Шереметьев оплакивал ее кончину, а крепостной театр стал угасать. Конечно, и потому это произошло, что крепостной театр лишился своей души, но, может быть, тут сказались даже какие-то мистические обстоятельства, потому что известно, что вскоре после ее кончины началась череда самоубийств среди крепостных актеров. Останкинская старуха напророчила беду не только премии театра. Одна за другой стали болеть и тосковать другие актрисы. После смерти Просковьи Ковалевой среди актрис распавшейся театральной труппы произошло много самоубийств. Именно из-за утопленниц три Останкинских пруда из семи так и назвали пруды актерок или актеркины. Актеркины пруды засыпали, когда вели строительство телецентра и жилых домов. Но вот этот пруд, на котором я сейчас стою, замерзший, он существовал и в 18 веке. На его дни я чувствую очень сильную черную энергию. Человек, который наложил на себя руки, видимо, как бы мстит Богу и духом этой мести Останкина буквально пропитана. Вот там стоят лавочки для отдыхающих, но я очень редко вижу, чтобы люди там подолгу задерживались. Люди здесь очень себя неуютно чувствуют. На месте нескольких актеркиных прудов сегодня возвышаются одно из зданий телецентра и жилые дома. Останкино. Одно из самых мистических мест Москвы. Здесь находились древние кладбища. Телецентр и Останкинская башня построены буквально на костях. Энергетические дыры, потусторонние силы странные видения ввод опасностей, которые подстерегают здесь человека. Репутацию проклятого места Останкиной в наши дни оправдывает сполна. Непрекаянные души самоубийц будто восстают против нынешних обитателей Останкина. Около вот этого корпуса телецентра АСК-3 я чувствую очень большую геопатогенную зону, а это значит, что здесь очень большое влияние на самочувствие человека, а это значит, что человек может заболеть и психическими, и сердечно-сосудистыми, и даже онкологическими заболеваниями. Внутреннее устройство телецентра поражает полным отсутствием логики и порядка. Это сплошные коридоры. Даже постоянные сотрудники обычно ходят только по знакомым этажам, иначе есть опасность заблудиться. Кстати, знаменитый фильм «Чародеи» тоже снимали в Останкина. Сюда. Так. Нет, туда я больше не пойду. Хватит. Так. Вот. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Коридоры в Останкино очень запутанные. Их большая протяженность. И люди, даже те, кто тут работает, они в основном ходят себе на работу по заведомо уже пройденным маршрутам, которые они хорошо знают. Также тут очень странно выглядит система малых и больших лифтов. Если ты поднимешься на малом лифте, допустим, на девятый этаж, и пройдя некоторые метры по коридору, то ты тут же оказываешься на одиннадцатом этаже. И человек, который не посвящен во все эти тонкости, вводит в заблуждение. Но самым страшным Останкинским коридором является, безусловно, подземный переход из здания в здание, заасфальтированный, кривоватый, очень широкий. Раньше по этому мрачному переходу под улицей Академика Королева бегало много огромных кладбищенских крыс. Телевизионщики редко им пользовались, а женщины ходили только в сопровождении мужчин. Случаи полтергейста удивляют даже привыкших к чертовщине работников телецентра. В полутемных коридорах можно заметить привидение в виде белого пара. Останкинские коридоры пугают даже днем. А прогуливаться по ним в ночные часы еще страшнее. Здесь можно встретиться с нечистой силой. У нас в Останкино много нечистки. Вот, например, у меня в комнате живет домовой. Он обычно защищает меня. Я ему наливаю рюмочку водки, а он меня на всей этой нечистке за это защищает. Но однажды я забыл ему налить рюмочку. А так он в отместку все бумаги вернул, перевернул, да еще и кофе разлил. Видеоинженеры уже не удивляются, когда расставленные на полках кассеты сами по себе начинают двигаться. или если они оказываются сваленными в угол. К тому, что вместо воды в чайнике может оказаться мелко порезанная бумага, в телецентре тоже привыкли. Мистические происшествия в Останкино объясняются не только присутствием нечистой силы, но и наличием особых энергетических дыр. Энергетические дыры это коридоры в поле внутренней энергии Земли. Биоэнергетики считают, что через них в наш мир приходят обитатели преисподней. А обычный человек может с легкостью переместиться по такому коридору в любое отдаленное место. Однажды видеоинженер популярного в 90-е годы телеканала Антон Переверзев после многочасового монтажа вышел покурить и забрел в один из коридоров так называемой тихой зоны. Тихая зона Останкинского комплекса запутанная сеть мрачных заброшенных заросших паутиной помещений вокруг студии. То ли от усталости, то ли еще по какой-то причине перед глазами у Антона поплыло. Он потерял сознание, а через некоторое время очнулся в сокольниках. Сумка, вещи и даже Останкинский пропуск Антона остались на работе. Аппаратура не выключена, студия без присмотра. Некоторое время Антон не помнил о том, что происходило с ним в последние часы. Наиболее отчетливым было лишь странное загадочное видение светящегося в темноте персня. По мнению парапсихологов, Антон попал в особую энергетическую дыру. А видение персня может означать лишь то, что реликвия, найденная в 16 веке опричником Орном, по-прежнему находится где-то в Останкино и все еще не утратила своих магических свойств. Люди с нестабильной психикой испытывают в телецентре необъяснимую тревогу. Здесь в районе Останкино находится очень плохая энергетическая зона. То есть очень многие люди себя чувствуют здесь плохо, не только я одна. И еще мне рассказали легенду о некой старухе, которая жила много веков назад, и что ее дух жив до сих пор и приходит к некоторым и предсказывает, что с ними будет дальше. У меня очень часто бывают ночные монтажи, и когда я ночью иду по коридору, мне бывает страшно, потому что я боюсь встретить эту старуху вещунью, боюсь услышать от нее какое-то дурное предсказание, потому что все эти люди, которые когда-либо видели в своей жизни, с ними всегда что-то приключалось плохое. Никто не знает, откуда появляется старуха вещунья и куда уходит. Видели только, как бродит она вокруг телебашни, а потом медленно удаляется в сторону Останкинского дворца. Останкинская земля по-прежнему хранит память о совершенных на ней злодеяниях. Черные мистические силы не оставляют человека в покое. И есть только один способ разорвать замкнутый круг. Узнать свое прошлое прислушаться к нему. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ